Украинская столица 15.00 в эфире выпуск новостей и о главном к этому часу. Помочь в предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви пообещал Вселенский Патриарх Варфоломей. Об этом сказано в его обращении в преддверии 85-й годовщины Голодомора в Украине. Документ опубликован на сайте Украинской Православной Церкви в США. В нем говорится, Константинополь помнит о трагических событиях 1932-1933 годов, молится за души множества погибших от умышленного и жестокого голода. Кроме того, в документе отмечается, что Константинополь готов предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви. Это недопустимо, чтобы Вселенский Престол, отвечающий согласно святых канонов, за единство и стабильность православия, оставался равнодушным, когда православные люди, такие как украинский народ, страдают. Как мы предоставили всем поместным церквям, Священный Синод решил предоставить автокефалию Многострадательной Православной Церкви в Украине, чтобы она тоже присоединилась к полноте православия в единстве и внутреннем мире. Трижды с начала суток боевики нарушили тишину на Донбассе. Ножью в течение получаса обстреливали Красногоровку вблизи Донецка. А утром минометный огонь открыли по Крымскому и Старому Айдару в Луганской области. Погибших и раненых среди украинских военных за сегодня и вчера нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. В течение прошлых суток в штабе Объединенных сил начитали 8 провокаций со стороны противника. Дважды боевики использовали калибр, запрещенный минскими договоренностями. В то же время, по данным украинской разведки, оккупационные власти взяли под контроль всех мужчин призывного возраста, создали мобильные военные пункты, а уклонистам пригрозили последствиями. Окупанты планируют проводить медицинское обследование всего мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет на пригодность к военной службе в российских оккупационных войсках. К лицам, уклоняющимся от обследования, будут применять репрессивные меры. В случае задержания на блокпосту или пункте пропуска, будут проверять на лояльность к оккупационному режиму. Тем временем на Светлодарской дуге активизировались диверсанты, подходят к украинским позициям вплотную, армейцы дают отпор. Первыми об опасности предупреждают собаки, которых приютили бойцы на передовой. Подробности от корреспондента UATV Анастасии Волковой. По ночам боевики ведут обстрелы, а днем к украинским позициям пытаются подойти вражеские разведгруппы. В тепловизор видим, они сейчас окапываются, у них ротация была. Предыдущие были лентяи, а эти к зиме готовятся. Также армейцы наблюдают за действиями боевиков монокуляр. Вышло три человека, стоят на блиндаже, делают перекрытие. Денис из Киевской области, на передовой 4 года. С собой постоянно носит оберег, его подарила сестра. Саперная лопатка. Саперная лопатка, ведем земляные работы, ею окапываемся. БМВ можем за два часа закопать. Не только обереги охраняют наших бойцов, но и боевой пёс по кличке Патрон. С нашими армейцами он с 15-го года. Патрон у нас Донецкий. Патрон у нас Донецкий. В 15-м году в Гранитном родился на одной из позиций. Вот и подружка есть у него. Патрон очень хорошо слышит и видит. Подает нам сигналы, если кто-то чужой подходит. Когда на позициях спокойно, Денис играет на трубе. А собака подпевает. Когда закончится война, Денис заберет своего боевого друга домой. Говорит, теперь без него никуда. Немецкие авиабомбы нашли под Киевом, неподалеку парка Александрия, в Белой церкви. Снаряды времен Второй мировой войны весом по 500 килограммов, сообщил глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин. Находку пиротехники обнаружили во время проведения поисковых работ. Аварийно-спасательный отряд выкопал снаряды из земли и отвез на полигон, где их обезвредили. Проект государственного бюджета ко второму чтению одобрил кабинет министров и передал в Верховную Раду. Решение приняли на заседании правительства. Премьер Владимир Гройсман отметил, проект бюджета 2019 реалистичный и сбалансированный. А также призвал парламент рассмотреть главный финансовый документ на следующий год до 1 декабря. Тогда Киев получит доступ к ресурсам Международного валютного фонда и Всемирного банка и сможет обеспечить стабильность в обслуживании долга. До 50 человек увеличилось количество погибших в результате лесных пожаров. В американском штате Калифорния 228 пропали без вести. Из-за стихии эвакуированы 250 тысяч человек. Вывозят также животных. В этом помогают спасатели и волонтеры. Они забирают их в убежище, а также приносят воду и корм. Детали расскажет Вадим Гринько. На этом видео Элла Проценко вместе с детьми пытаются уехать с охваченного пожаром Лос-Анджелеса. Огонь распространился очень быстро. И на выезде из города женщина поняла, что дальше ехать опасно. О, ужас! О, ужас! Я надеюсь, не будет черного. О, боже, сохрани нас, пожалуйста. Как? Мы только что ехали этой дорогой. Только что. Гринько, не плачь, молись просто. Пожалуйста, Иисус, ты видишь, как страшно. Мы едем в огонь. Мама, разворачивайся, быстрее. Среди пострадавших от пожаров жителей и Дакота. Он владелец винодельни и сафари-бара в Калифорнии. В своем заведении держит жирафов, зебр и лам. Несколько дней назад Дакоте пришлось бросить свой бар и виноградник и, спасаясь от разрушительных лесных пожаров, срочно эвакуировать животных. Мы увидели, что огонь подбирается все ближе. Уже дошел до соседнего холма. Мы бросили все силы на то, чтобы эвакуировать сотрудников и животных, потому что жизнь важнее имущества, и многие наши строения сгорели. В соцсетях появились группы волонтеров, готовых помочь эвакуировать животных, приносят им еду и воду и жертвуют деньги. «Кто-нибудь знает, куда можно пожертвовать деньги на спасение животных или их эвакуацию из зон, охваченных пожаром? Мой друг продал свои картины и готов отдать всю выручку. Мы должны спасти как домашних животных, так и диких. Они нуждаются в нашей помощи». Пожары в Калифорнии продолжаются уже седьмой день. Локализовать удалось лишь 30% возгораний. Четверть миллиона жителей эвакуированы. Сгорели почти 8 тысяч жилых домов. Пожары признали самыми разрушительными в истории штата Калифорния. Вадим Гринько, UATV. Первый снег в Киеве засыпать в столицу. Начало с самого утра и за несколько часов намело до 6 сантиметров высотой. Непогода внесла коррективы в работу общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы курсируют с опозданием. А вот железная дорога и аэропорты работают по графику. К непогоде столичные коммунальщики приготовились еще накануне. Спецтехника работала с утра. К обеду патрульная полиция Украины насчитала почти 300 ДТП. Четверо людей травмированы. По словам очевидцев, многие машины были на летней резине. Как всегда, была большая неожиданность, что в середине ноября выпадет снег. А так все хорошо. Половина людей просто еще не перебывалось светом на зимнюю резину. Про голос погоды действительно говорили, что будет снег, но его никто не ожидал на самом деле. А утром начало все постепенно, постепенно, и в итоге все засыпало. Сейчас вы видите действительно, какая ситуация происходит в городе. Но на самом деле это хорошо. Я не могу сказать, что это чем-то плохо, ведь на самом деле это атмосфера праздника уже. Первый снег парализовал движение на киевских дорогах. С утра столица застряла в десятибальных пробках. К обеду транспорт немного оживился. Однако проезд на многих магистралях усложнен. Это видно на электронной карте в режиме онлайн. Самой сложной остается ситуация в центре города, а также на мостах. Первая золотая медаль Украины на молодежном чемпионате мира по борьбе в Бухаресте. Награду завоевал борец греко-римского стиля харьковчанин Семен Новиков. В весовой категории до 87 килограммов он в полуфинале победил чемпионом мира из Азербайджана Ислама Аббасова 8-5. В заключительном поединке Новиков оказался сильнее кубинца Даниэля Григорьевича Хачаварии 10-2. И принцу Эльскому Чарльзу сегодня 70 лет. К его юбилею Кларенс Хаус выпустил новое семейное фото. Поздравить Чарльза с праздником в Букингемский дворец съедутся около 600 человек, в том числе королевские семьи со всей Европы. Прием будет возглавлять мать Чарльза, Елизавета II. В прошлом году супруга именинника Камила сообщила, Чарльзу очень трудно угодить с подарком. В списке его желаемых презентов садовые инструменты и предметы из фарфора. Наследным принцем Чарльз официально стал еще в возрасте трех лет после коронации Елизаветы II. К этому часу пока что все актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Следующий выпуск менее чем через два часа. Оставайтесь с нами и знайте больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова